В эфире Бук ТВ итоги недели. Я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Брест меняет свой облик в преддверии тысячелетия. Все работы нацелены на конечный результат. В центре внимания корреспондентов Бук ТВ западный обход и Кобринский путепровод. Главная награда – сильная и крепкая любовь. Грамота за крепость семейных устоев – знак почетный и уважаемый. Особое поощрение – медаль за любовь и верность. В Российском центре науки и культуры накануне Дня семьи чествовали долгожители семейной жизни. Будет ли жатва по-настоящему жаркой? Брещина аграрная приступила к сбору урожая. Об этом и не только прямо сейчас. День за днем Брест приобретает новые очертания. Да, из-за большого объема строительных работ горожане ощутили некоторые неудобства. Однако то, что уже сегодня прорисовывается, действительно впечатляет и удивляет масштабами. Конечно, в первую очередь западный обход. Не менее сложный и ответственный объект – Кобринский путепровод, где свой вклад в возведение внесли не только строители, но и студенты. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о главных стройках и их новой жизни. Глядя на город с высоты птичьего полета, сложно найти район, где сегодня бы не велось активное строительство. Брест в преддверии миллениума надевает новый наряд. Это приятно радует горожан, которые уже живут в предвкушении праздника. Город стал красивый. Через нас проходит очень много путешественников, очень много людей, проезжающих в Брест. Мы граница между Европой и, скажем так, Россией. Через нас очень много обещают. Очень красивый жидовок дал построили, очень красивый авторок дал будет у нас год. Мне кажется, что всего хватает. Место расположения замечательные магазины, все как нужно. Я считаю, что дальше будет по-любому, только лучше. Ждем улучшения. Я смотрю, что город еще становится храше. Наши службы работают в Зеленстрое, очень замечательно работает, оригинально. Каждый год что-то новое появляется. Мне очень нравится. Стройка идет. Я живу в достаточно старом районе. Даже там ремонтируется асфальт. Мне нравится. Чувствуется, что приближается у нас тысячелетие в Брестах. В первую очередь проходят ремонт и модернизация существующих объектов из жилого фонда. Плюс возводятся новые уникальные для города комплексы. На западном обходе сегодня активно монтируется развязка и строится кольцо. Для мостостроительной отрасли элемент знакомый, чего не скажешь для гражданского строительства. Она не совсем стандартная для промышленного строительства, для гражданского. Для мостового строительства это нормальное. Просто интересно. Мы еще такого никогда не делали, поэтому делаем. Вовнутрь закладываются такие большие 630 диаметром трубы для облегчения самой конструкции. То есть под всем кольцом лежат вот эти трубы плотненько-плотненько друг к другу. Как бы такие вот пустотообразователи называют, чтобы облегчить саму конструкцию кольца. Основные работы сконцентрированы в сердце западного обхода – на кольце. Однако параллельно идет об устройстве других участков. Из небольших, пока отдельно существующих элементов, собирается уникальная для Бреста конструкция. На западном обходе сейчас, можно сказать, пройдено от первой опоры, это от нефтебазы. И до самого кольца стоят все колонны. Сейчас мостострой их закрывает балками по ригелям. Работы на западном обходе выполняются в соответствии с планом. Не за горами очередной этап – этап внешнего обустройства. Следующий этап, я вижу, это обустройство этого западного обхода. Я думаю, что к осени основные монолитные работы у нас выскочат. И пойдут изоляции, всякие шумовые экраны, всякие дельтаблоки, всякие барьерные ограждения. То есть уже этот мост будет обрастать инфраструктурой. В не менее напряженном темпе трудятся строители сегодня и на Кобринском путепроводе. Проводить модернизацию на этом объекте сложно в силу объективных причин. Движение по мосту не закрыто, а потому действовать рабочие должны без ущерба для людей. Несмотря на это, сегодня транспортный узел между центральной и восточной частью города активно прирастает асфальтом. Здесь добавилась новая полоса, плюс увеличилась плотность дорожного полотна. Параллельно ведется обустройство подземного перехода. Трудятся и дорожники, и строители. Подключилась к работам и инициативная молодежь. Поступил на специальность автомобильные дороги. И, соответственно, после третьего курса у нас практика. Ну и поступило предложение пойти в мостотряд. Почему бы и нет? То есть это по моей специальности, и я даже рад, что я сюда пошел. В ближайшем будущем Никита и его друг Ярослав получат диплом специалиста в дорожной сфере. Чтобы не на словах, а на деле посмотреть нюансы будущей деятельности, познакомиться с новыми разработками в мостостроении и внести свой вклад в развитие и подготовки Бреста к миллениуму, студенты технического университета пришли трудиться на стройку тысячелетия. Объект очень важный. Это один из трех объектов, которые строятся в целях обхода, чтобы транспорт через город не проходил. Я считаю, что человек должен сначала пройти и понять, как все работает. Без практики, как говорится, теория плоха. Я очень горжусь, что мы здесь будем работать, помогать. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербан, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В продолжение темы. Молодежь Бреста проявляет инициативу не только в деле благоустройства города. Активно молодые люди работают в студенческих отрядах, где помогают разным категориям населения. Конечно же, особая группа – педагогические. Кадровый резерв области сконцентрирован в Брестском государственном университете имени Пушкина. Молодые люди, в основном будущие учителя, целый месяц лета проводят в компании мальчишек и девчонок, помогая им оздоравливаться и развивать свою физическую форму. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в лагере «Верба» и узнала, как правильно организовать досуг ребенка и что нужно делать, чтобы быть любимым вожатым. На часах 16.00 время прогулок на свежем воздухе. Благо, погода позволяет. Конечно, этому факту особенно роды малыши – седьмой отряд. Пока внимание мальчиков и девочек не приковано к телефонам и планшетам, инициативу в свои руки берут вожатые. Больше всего юным отдыхающим нравятся подвижные игры, а потому догонялки, ручейки и многочисленные игры в кругу – самая яркая потеха. Когда смотришь в их глаза, видишь отклик, что они любят, верят и доверяют, конечно, это как-то нравится, и поэтому, собственно, малыши. Ольга в лагере «Верба» уже не первый год. Шла вожатая девушка осознанно, так как профессию выбирала по зову сердца. Мама и папа у нее – учителя, и отдыхают летом они в лагере, продолжая воспитывать своих же учеников. В качестве помощника у Ольги – Михаил. Для будущего учителя физики и информатики эта практика первая, а потому яркая, а моментами впечатляющая. С такими маленькими ребятишками, а возраст воспитанников его отряда – 6-7 лет, работать Михаилу еще не доводилось. Поскольку я попал на малышей, то есть самый маленький отряд, то с ними легче всего найти, как бы сказать, общий язык, поскольку они, знаете, маленькие. Они, конечно, пытаются понравиться педагогу, то есть воспитателю, но они, по большей части, какие они есть, они никогда не строят из себя, как могут быть старшие отряды. То есть пытаются в большей мере степени там понравиться, либо же наоборот не понравиться. Любят молодых вожатых и то, что они делают, и сами дети. Малыши активно включаются в конкурсы, игры и признаются, что из вербы будут уезжать с грустью. Мне нравится, потому что тут нормальные вожатые не кричат, они в среднем тоне, можно так сказать, разговаривают. Мне нравится тут все, и я хочу тут остаться навеки. А я хочу, чтобы мы всегда были враги, и еще гуляли всегда, и всегда играли в футбол. Я хочу, чтобы мы все были дружные, хорошие, всегда дружили, не ссорились, ходили вместе все в столовую. Педагогические отряды сегодня в приоритете у студентов Брестского государственного университета имени Пушкина. Хотя не только они. В УЗИ создан штаб трудовых дел, через который ежегодно проходит не одна сотня активных и инициативных молодых людей, которые хотят провести лето с пользой, набравшись опыта и заработав хорошую прибавку к стипендии. У нас работает, скажем так, 15 отрядов педагогических, работает 3 строительных отряда на базе нашего университета, работает 8 сервисных отрядов, как с организациями города, так и тоже здесь в университете. Ну и очень приятно, что многие студенты, каждый год их более 300 человек, и в этом году тоже не исключение, ребята работают добровольно, в составе волонтерских отрядов оказывают помощь различным категориям населения. Это уже такая хорошая, большая традиция, скажем так, и мы каждый год трудовое лето встречаем с радостью. И мы преподаватели, руководство университета, конечно, всегда поддерживает студенческие начинания, да и сами студенты. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. О других событиях и мероприятиях. Напряженная и горячая во всех смыслах этого слова пора наступила для Брещины аграрной. Погода внесла свои коррективы в планы хлеборобов. Полтора засушливых и жарких месяца заставили начать жатву раньше, примерно на две недели. Сегодня труженики села убирают рапс. Скоро очередь дойдет до зерновых. За ходом работ на полях Брестского района понаблюдала съемочная группа телекомпании Бук-ТВ. Подробности в материале Анастасии Стропко. Приходим на работу часов в 6 утра уже. Продувка, смазка, подготовка к выезду. В поле выезжаем. Если росы нет, то часов в 8 утра уже в поле. А работаем до позднего вечера, пока позволяет погода. Пока росы нет, естественно, начинается роса. Если идут большие потери, все, останавливаем комбайн и едем на гараж. Работу свою не героической, не очень сложной. Механизаторы сельхозпредприятия, племзавод «Муховец», как, впрочем, и другие комбайнеры Брестского региона, не считают. Уверены, если подходить к делу с умом, то и результат не заставит себя ждать. И битвы никакой не понадобится, чтобы собрать достойный урожай. Не спеша убирать, и качество будет. И без всяких гоняний будешь намолачивать быстрее. Главное, чтобы не оставалось на земле. Будет, естественно, урожай, неплохой будет урожай. Вот рапс неплохой, вот посмотрите. Сейчас на зерновые пойдем, там опять же у нас третикалий неплохой, пшеница хорошая есть. Так что будем убирать, намолотим. Сегодня в поле от рассвета до заката на предприятии трудятся три комбайна. Для того объема, что есть в настоящее время, достаточно. Когда начнутся зерновые, техники добавятся. Общая площадь посева рапса у нас составляет 230 гектаров. Несмотря на то, что были неблагоприятные погодные условия, наше хозяйство очень сильно пострадало от засухи. Но рапс, слава богу, выдержал. Планируем среднюю урожайность получить порядка 30 центнеров. Для уборки зерновых у нас в хозяйстве 5 комбайнов. Общая нагрузка на один комбайн, суммируя озимый рапс и зерновые, 246 гектаров. Да, признают хлеборобы, погода в 2018 оказалась не самой благоприятной. Но это не повод опускать руки. Уборочную начали раньше, где дело обстояло совсем плохо, пересеяли однолетними травами и кукурузой. В целом областной каравай вряд ли окажется рекордным, но и поводов для паники нет. Об этом говорили и губернаторы региона в начале недели на праздновании Дня независимости. Легких времен никогда нет. Это же природа, поэтому ее не закажешь. Сегодня дождь, завтра солнце. Поэтому, к сожалению, так сложилось, что у нас в течение полутора месяцев практически не было осадков. И это, естественно, сказалось, прежде всего, на росте всех сельскохозяйственных культур. Мы видим, что есть проблемы. Но я думаю, что, слава богу, что вот пошли дожди, прошли на прошлой неделе, на этой неделе. И сразу же изменилась ситуация на полях. В настоящее время аграрии Брестского района убирают с полей РАПС, который, к слову, от жары пострадал меньше всего. В поля вышла вся необходимая техника. В районе есть порядка сотни комбайнов. И специалисты рабочих рук на уборке хватает. Уборка стартовала у нас с уборки зимового РАПСа практически с первых чисел июля. То есть, на две недели раньше обычных сроков. В связи с вот этой длительной засухой, более полтора месяца, естественно, посевы немножко подгорели, но мы начали уборку РАПСа. В принципе, оперативно работаем. На сегодняшний день уже убрано 72%. Намолочено 6200 тонн при урожайности 26 центнеров с гектара. Но это самая высокая урожайность по области. Хотя мы не добрали к уровню прошлого года 10 центнеров. В прошлом году было 37 центнеров. После РАПСа участники жатвы приступят к зерновым. В отдельных хозяйствах этот процесс уже начался раньше привычных сроков. В этом году уверены специалисты, так придется делать со многими культурами. Если все пройдет согласно плану, то уже к началу августа урожай зерновых будет лежать в закромах. Анастасия Стробко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Алкоголизм. Опасная болезнь, вредная привычка или социальная распущенность. В алкогольное рабство попадают как мужчины, так и женщины, как взрослые, так и подростки. Это одна из крупнейших социальных и медицинских проблем многих стран. Беларусь не исключение. Сегодня на учете в Брестском областном наркологическом диспансере состоит 2418 несовершеннолетних. Специалисты утверждают, цифра на 17% меньше, чем в прошлом году. Сегодня единый день профилактики алкоголизма. О серьезной социальной проблеме, бесконечной мотивации и тех, кто смог победить страшный недуг. Расскажем далее. Он прячет лицо от камеры, но готов поделиться личной историей. Андрею не было и 30, когда жизнь разделилась на до и после. И то, что было до, вспоминать неприятно и стыдно. За плечами не один год так называемого алкогольного рабства. Крепко, горячительно отняло у него буквально все. Работу, семью, здоровье. Протрезвел, осознав, жизнь проходит мимо. Обратился в сообщество анонимных алкоголиков. Так как я человек ленивый, больше мне нравится другое, долго этом не задержался. А потом ничего, когда жизнь прижала, очередной развод, очередное увольнение с работы. Прискакал очень быстро, да. Нашел себе друга в анонимных алкоголиках, который успешно выздоравливает. И он мне помог выздороветь. На пути к выздоровлению что главное? Найти единомышленников, найти друзей, посмотреть на жизнь по-другому, как на каждый взгляд? Честность перед самим собой. Сколько сейчас вы уже не употребляете? Восемь лет. Ко мне вернулась жена, меня перестали увольнять с работы. Мы родили второго ребеночка, обзавелись небольшой квартирой. Все довольно-таки замечательно. Сегодня на наркологическом учете состоят 20 тысяч жителей Брестской области. Почти 25 тысяч человек страдают хроническим алкоголизмом. Между тем регистрируется уменьшение случайных отравлений алкоголем. Можно обращаться и в наркологические диспансеры, в кабинеты наркологических центральных районных больниц. Это совсем не означает, что сразу поставят на учет. Мы очень дифференцированно подходим к этим вопросам. И у нас, в принципе, нет гонки за цифрами. Если пациенты приходят сами, проходят курс лечения. У нас немало пациентов, которые, обратившись, прошли курс лечения, и мы их не взяли на учет. Потому что полный курс завершили, ну чего. Нам дальше с этим человеком делать нечего. Он бросил пить. В Беларуси существуют две государственные противоалкогольные стратегии. Снижение доступности и снижение спроса. На протяжении 10 дней в Брестской области проходили семинары, пресс-конференции, круглые столы, презентации, тематические встречи. Комплекс проводимых инициатив направлен на предупреждение болезни. Цель – выявить пациентов, склонных к формированию зависимости, чтобы провести с ними профилактические мероприятия по недопущению болезни. Кроме общепринятых профилактических мероприятий, одной из действенных мер, направленной на снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, является ограничение его доступности. В настоящий момент МВД Республики Беларусь прорабатывается указ президента, направленный на введение ограничений в вечернее время по реализации алкогольной продукции. Сколько нужно сломанных судеб, чтобы осознать, что алкоголь – это реальная угроза не только для жизни человека, но и здоровье семей, близких и родных, каждый решает сам. Сегодня в Беларуси разрабатывается серьезный комплекс дополнительных мер, направленных на снижение потребления алкоголя. Любое общество начинается с семьи, ведь именно крепкий союз двух людей – опора любого государства. Каждая ячейка общества – фактор стабильности и развития всей страны. 8 июля – День семьи, любви и верности. Праздник молодой, он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. На днях в городе над Бугом чествовали пар, для которых главное призвание в жизни – семья. День семьи, любви и верности отметили в Российском центре науки и культуры. Торжественно, но скромно, и это понятно. Истинное счастье любит тишину. О таких браках, как у Филиппа Тимофеевича и Алины Михайловны Ковалевых, говорят, что они заключаются на небесах. Их личная история, дорогой в 63 года, учит нас мудрости и пониманию того, что на свете нет ничего важнее любви. Они, как в красивом кино, встретились и через несколько дней поженились. За плечами супругов нелегкое детство, которое прошло под пулями и бомбежками, затем непростые трудовые будни, воспитание детей и внуков. Говорят, война научила ценить жизнь. И не только свою. Мы дети войны, и он, и я. А что такое дети войны? Они пережили всё, что только можно было. Значит, здесь надо уже всё давать, держаться лучшего, хорошего, так, чтобы было всё хорошо и всё. И детей также воспитали в честности, в порядочности. Я её действительно полюбил за то, что она уважала труд людей. Скептики ухмыльнутся. Любовь с первого взгляда и навек. Юбиляры улыбаются и парируют. Да, так бывает. В российском центре науки и культуры оживлённая. Сегодня здесь по-особенному трогательная обстановка. В преддверии 8 июля собрались 4 пары, которые прожили вместе в крепком союзе более 25 лет и воспитали своих детей достойными членами общества. И по стиху главная награда – сильная и крепкая любовь. Грамота за крепость семейных устоев – знак почётный и уважаемый. К ней прилагается и другое поощрение – медаль за любовь и верность. Просто, наверное, уважение нужно понимать. Уважение и понимать друг друга. Вот это самое главное. Всю жизнь проработал в партийных органах. Он с которым райком работал, в Каменце, в Бресте, везде. Его не видели ни дети, ни я. День и ночь на работе. Значит, как можно понимать? Пришёл, встретили, накормили, напоили, когда появился дома. Всё, что надо ещё больше. Просто мы держались друг другу, ещё условия жизни были сложные. Мы дети войны. Мне 8 лет было во время войны. Началась война. Ему было 13 лет, 12 лет. Вот, пожалуйста, они всё, всё мы это пережили. И поэтому решили жить мирно, дружно, хорошо всегда. Не только в быту, а вообще во всём. Папа всегда. Он шёл на работу, на школу вёл. По дороге с нами рассказывал. То есть не так, как сегодняшние дети. Папа в компьютере, дети в телефоне. И у каждого своя жизнь. Вот он нам шёл, рассказывал. Вот такое дерево, вот такой зайчик там, а вот эта белочка. То есть как бы у нас, походу, здесь всё, что мы видели, и спрашивали, почему, зачем, он всегда объяснял. В ходе семейного праздника был показан видеофильм об удивительном жизненном пути святых Петра и Февронии. Ярким дополнением к торжеству стал творческий номер ансамбля русской народной песни. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если не возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 8 июля погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. В Бресте ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 15-17 градусов. Во второй половине дня повысится до 26. Атмосферное давление существенно не изменится. 9 июля республика останется в тыловой части циклона с верхней Волги, отходящего на Кировскую область России. День будет отмечен переменной облачностью. Осадков синоптики в Бресте не прогнозируют. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 15 градусов. Максимальные дневные часы 24 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин